Субтитры делал DimaTorzok Привет всем, дорогая церковь, мне так снова нравится, я тебя полюбил, дорогая церковь, да? А мы любим друг друга? Временно и пытаемся. Пытаемся, правильно. Я хочу задать в начале открытия нашего собрания несколько вопросов. Сколько из сидящих здесь общались сегодня утром с Богом до собрания? Я всю ночь общался. Ну да, можно сказать, сегодня. Я что-то спал. Сколько пришло с Божьим присутствием, уже сюда пришли. Потому что мы собираемся, чтобы его искать, да? А я помню, мне говорил один человек, его надо приносить сюда. Его надо присутствием приносить с собой. Да? Потому что мы что? Мы должны сесть, и мы уже все готовы. Мы уже готовы, понимаете, отдавать. Сколько людей сюда пришло напомниться или отдать, передать что-то кому-то. Или благословить, или словом, или молитвой, или действием каким-то. Понимаете? Для чего церковь нужна Христу? Для чего церковь нужна? Мы собираемся здесь и показываем, что мы его, что мы приняли его жертву, что мы его невеста. А невеста написана в Библии, она готова должна быть всегда, да? Независимо от собрания, несобрания. Потому что написано, жених придет, когда захочет, да? И это будет еще такое время ночью, да? Когда все спят, да? Наоборот, придет такое время, когда ты не ожидаешь. Поэтому надо жениха быть всегда. Столько здесь людей, сидящих, имеет любовь к Богу. Такую любовь, которой между тобой, Богом, ничего важнее нет. Вы можете не отвечать, я смотрю, вы только что какие. Потому что Бог доказал нам, что Он любит нас, да? Он доказал чем? Что Сына Своего отдал, Единородного, да? Поэтому для Него кровь Христа драгоценность. Драгоценность. Я думал, размышлял, ты способен отдать своего ребенка? У меня мыслей даже не было, я бы сразу себя подставил. Ну, лишь бы не ребенок мой погиб или прострадал, да? Как Он смотрит на нас, когда мы отказываемся от Его жертв? Как Он смотрит на нас, что у Бога драгоценности не было? Ничего. Ничего не было, да? Он Своего единородного, у него не семья там было 500 детей, а единородного, единственного Сына. Как Отец любит Сына? Очень сильно. А мы и ради нас Он отдал. А мы Бога пускаем во все сферы? Или у нас есть комнаты, или у нас есть моменты, которые мы не хотели бы, чтобы там Бог был? Нам бы не хотелось бы, чтобы Он вот эту сферу бы трогал и менял бы что-то. Да, мы готовы повисать, аллилуйя, да? Господь всемогущий, да? А когда надо что-то делать для Бога вообще, и притухли, и притухли, да? Потому что христианство это не эмоция. Это как? Наставник. Эмоция. Эмоциональный наставник, да? Ты сказали мне недавно, интересно. Эмоциональный наставник. Интересно. Никогда такого не слышал. Зачем нам утром искать Бога? Зачем нам утром искать Бога, наполняться от Него? Кто-нибудь может сказать? Что это нам дает? Силу. Да? Мы потом в течение дня будем готовы. Мы будем наполнены. Потому что все знают, что мы на войне. На войне? Я думаю, все знают, что мы на войне. Мы не на небе сидим. И у нас нет никаких проблем, потому что Бог с нами. Наоборот. Как только ты начинаешь с Богом жить, у тебя тысячу раз проблем становится больше, чем ты в плоти живешь. Тысячу раз. Понимаете? А если солдат не готов? Что это за солдат? Бог нам сказал. Давайте христианам откроем. Тут я хочу чуть-чуть поговорить. Потому что христианская церковь сильная, да? От нее пробуждение такое пошло, да? И именно нам там одно слово оставлено. Шестая глава, десятый стих. Наконец, братья мои, укрепитесь Господом и всем могуществом силы Его. Что такое укрепиться в Боге? Это вдохновиться, да? Это не какие-то там упражнения, ты должен 20 раз отжаться или что-то. Ты укрепишься, свой дух укрепишь им. Понимаете? И почему здесь написано о всемогущем? Знаете, когда чтобы ты был настолько вдохновлен, что с нами Бог, и Мануил, он с нами, и он сильный. Он сильный и превыше всего стоит. Ты должен укрепиться вот его личностью, которая вдохновила тебя. Знаете, как вот Давид был, да, образ? Если как Давид, сами все бегут. Знаете, когда сильнейшие за тобой, все бегут. Все бегут, они, как бы, у них есть суперлидер, да? Вот так и Бог говорит, мы должны укрепиться в Боге. Мы должны укрепиться в Боге. И могуществом его. Есть могущество у нас от Бога? Есть, есть. И оно дано нам, чтобы мы укреплялись, чтобы мы были такими воинами, сильнейшими. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы нам можно было стать против козни Гава Своей. Тут написано, что не будет такого, что не будет козней. Никогда не будет. Если ты с Богом, то всегда будут козни. Всегда будут козни. Но если ты не укрепишься Богом, то они тебе причинят боль. Они тебя могут отлучить, они тебя могут что-то оторвать, ранить, что-то сделать. Почему? Потому что ты сам виноват. Ты сам виноват, потому что ты не укрепился. Это наша задача. Так же? Это наша задача. Если написано, что мы должны укрепиться, никто больше тебя не сделает этого. Никто. Повставай утром, поищи Бога, помолись. И ты поймешь, что такое укрепиться. И ты поймешь, что день может в радости пройти, а не в каких-то супер депрессиях, в каких-то негодованиях, в каких-то там непонятках. Потому что наша врань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьма и века. Это против духов, злобы поднебесной. Посмотрите, какое множество врагов у нас. Не один там дьявол, он привыкли. Дьявол, и все, да? Посмотрите, сколько против нас встает людей. И людей, и начальств, и духов. Сколько? Как, насколько мы крепки должны быть? Потому что тут перечислена целая куча, да? Которые хотят сожрать тебя. Которые хотят погубить тебя. Дьявол написан, он кто? Он ходит, как лев вокруг тебя, да? Он ходит, как лев, рыкающий лев. Это не лев, как с коптеночками, да? А рыкающий лев, который готов нанести удар. Нанести удар. И если мы не укрепились, не оделись в Бога, нанесет он удар нам или нет? Если он рядышком, если ты без доспехов, как ты будешь защищаться? Как ты будешь противостоять ему? Каким образом? Если только укрепиться в Боге. Только укрепиться в Боге. Для этого примите все оружие Божие. Дабы мы могли противостоять в день злой. И все преодолевшись, устоять. День злой будет. А когда? Может через полчаса у кого-то будет он. Может через три дня у кого-то будет. Но он будет написано. Он будет этот день злой для тебя. Он будет. Невозможно, чтобы его не было. Поверьте. Невозможно. Если ты не будешь к нему готовы, то ты не устоишь. Написано, не устоишь. А если будешь к нему готовы, что написано? Что все преодолевшись, устоишь. Да? Борьба, она на смыть идет. Павел говорил, что вы еще не до крови с грехом воевали. Не до крови. Воевали, потому что борьба, она на смыть идет. Потому что наш враг, он рыкает. Он рыкает. Вокруг тебя лев ходит и рыкает. Как ты должен чувствоваться? Ты его увидел в шоке. Нет? Вот здесь летать по плоти. Ты вот увидишь, что он рядом рыкает. Что ты сделаешь, да? Вот ты в панике такой будешь. Вот если Библия сравнивает нашего врага с ним, это так и происходит. Это так и происходит. А мы иногда недооцениваем. Мы иногда недооцениваем и играемся с христианством. Понимаете? Поэтому мало плода. Мало плода. Потому что мы не укрепляем все Боги. Мы не ищем от Него всемогущего, сила Его. Мы не хотим обивать на себя эти доспехи. Если Бог нам дал доспехи, он же не глупый. Он же не дурак. Он же не дать тебе просто так, чтобы ты там... Хорошо выглядел. А какие доспехи? Итак, встаньте. Все, первое. Встаньте. Хватит сидеть, хватит спать, хватит лениться. Встаньте. Потому что воин, он должен быть готов. Знаете, как на посту? Все, он готов сюда. Ты против такого очень трудно проскочить. Да? Такого очень трудно поймать, что он спит там, не возрастует. Да? Встаньте. Ты должен встать, ты должен понять, что сидя на диване, мало будет у тебя шансов для победы. Мало. Но когда ты стоишь, и ты видишь этого льва, ты видишь этого льва, который хочет напасть на тебя. Припаясь через славу вашу истинно и облегши броню праведности. Истина, мы уже знаем, да? Что такое, да? Истина. Что такое истина? Иисус Христос, да? Он сказал, я есть истина и жизнь. И припаясь через это, ты должен вообще их понял, да? Ты все, ты должен окружен им быть. Ты должен быть настолько близко с ним. Ты должен понимать, что истина, да, он истина. Но если в твоей жизни ее нету, это истина. Если ты не принял его как истину и жизнь, не получится ни один доспех, знаете, одень. Потому что пояс, он держит все доспехи и правильно все, и щит, там, сделан специальный пояс, он все держит. Он все держит, но на истине. Все на истине. Ноги обуть, благовествовать мир, да? Мы, понятно, все говорили, да сколько? Сколько мы людей попытались в Евангелие принести? Сколько? И он не говорит, ты должен одеться, в такие одежды. И идти куда-то, фу, стоять, ты должен стоять. Нет, иди и благовествуй. Иди, что нужно тебе сделать, чтобы благовествовать? Чтобы говорить слово Бога. И что тебе нужно сделать? Готовым быть. Готовым, правильно? Надо быть готовым. Если не читать Библию, если не изучать его слово, если не вникать в это слово, как Бог сам знает, вникайте его. Днем и ночью, вникайте, размышляйте. Когда у тебя будет слово, благовествовать? Хотя мы призваны, да, опять же говорим? Мы царство насыщенство. Которое Бог сделал наш, чтобы мы совершенство. Его проповедовали, да? Совершенство. У нас для чего сандалии? Где сандалии наши, я не вижу. Где сандалии? Найки и жули, а не будем сдать. А где сандалии? Где сандалии, которые одеваем мы? А больше всего возьмите, больше всего нам нужно, что? Щит. Щит веры, да? Щит веры, которым мы сможем угасить стрелы огненные, да? Стрела, она летит. Она летит, и ты ее не видишь никогда. Но если ты веришь в Бога, ты будешь обезопасен. Который способен угасить. Шлем спасения возьмите. Что такое шлем? Вы когда видели, я задевал в интернете, смотрел, какие шлемы красивые есть, да? Прям бум, там вот такие перья, эрогезы, да? Шлем, говорят, раньше показывал, кому ты принадлежишь. Кому ты принадлежишь. Понимаете, что этот шлем он одевался, он самый выше всех. Там и перья, и там формы, все. Это показывало, кому ты принадлежишь. Так что шлем спасения. Если ты уже спасенный человек, одевай шлем. Одевай шлем, и тогда вокруг стоящие, ходящие люди, они будут видеть, что ты за человек. Кому ты принадлежишь. Какой царь у тебя царствует. И меч Духа, который есть Слово Божие. Всякая молитва и прощение молитесь. Во всякое время Духом. И старайтесь об этом самом. Со всяким постоянством и молением о всех святых. Сегодня молились много людей. Я бы слышал в ответе. Много людей молились, чтобы было все хорошо. И это нравится Богу. Потому что он говорит, даже ты оделся. Даже ты оделся во все его оружия. Ты одел все доспехи на него. И продолжай молиться. И продолжай пребывать. И помни о всех святых. И мы бесконечно делаем. Поэтому не буду вас долго задерживать. Но хочу помолиться. Мне так нравится молиться. Не представляете. Я к Максу говорил. Я готов каждое воскресенье открыть собрание. Лишь бы поставить здесь помолиться. Мишами, да, у нас? Да, да, да. Эксклюзив вообще. Магазин приходишь, и куда-нибудь люди... Он начинает говорить, и люди просто все люди. Больше ни у кого такого нет. Человек. Да, большинства и в России нету, представляете. Он с конституцией собрался. Да. Аминь. Ладно. Начнем? До конца даже не знаю, как пойдет проповедь. Ну, надеюсь, Бог направит. Потому что, ну, если она большая, и какие-то пункты смогу затронуть, какие-то даже не буду. Хочу опять напомнить вам такой важный момент. У нас кто отец веры? Авра. Авра. Что это значит, отец веры? Первый веру. Он родил. И показал всем. Родил веру, да? Угу. А кого родил у нас Авраам? Исаака. И не только Исаак, правильно? И не только Исаак. Был еще один. Измаил. Угу. Так что, да, мы видим другими словами, что я хочу через это сказать. То, что если Авраам, отец веры, что существует такая вещь, что вот, ну, вера, она имеет не только вот в себе вот это чистое, как бы, да, семя Исаака, но и еще брат у него был. Причем этот брат родился первый. Измаил. Какие это имеет для нас вот смыслы вообще? Вы понимаете, что это духовные смыслы? Если говорить о том, что Измаил это была ошибка Авраама, то тогда, да, тогда только ошибка и все смысла не имеет. А если это определенный смысл, определенная схема вещей, такие, которые в жизни каждого человека должны происходить, о чем это говорится? Говорится о важных моментах, что вот это вот, что такое Измаил? Плотское желание. Не соглашусь полностью. Кто-то еще может сказать, что такое Измаил? Не обетование. А воня жизни... Почему не обетование? Он же ему Богом обещал сына. Пример, походу. Вот что-то, да, что родилось у Авраама до Исаака, да? То есть Авраам отец веры. Утешение. А? Утешение. Утешение. Временное утешение, да, можно сказать? Или попытка, да? Самому все это. Попытка. Или, как это называется в науке, попробовать опыт определенный, правильно или нет? Вот разве кто-то, вот ученые, они вообще вот, прежде чем они откроют какой-то важный принцип, запустят там в космос, там радио сделают, я не знаю, открытие какое-то откроют, разве у них сразу получается все? Не все. Не сразу все получается, правильно? И я бы сказал, тогда вот этот Измаил, это вот и есть попытки наши, до того, как придет настоящий, правильно или нет? И тогда что, все наши попытки, они плохие, что ли? Не факт. Если бы он дождался, но мог ли он дождаться вот без этого всего? Я думаю, что нет. Я думаю, что сначала из него должно было это выйти. То есть Измаил, он должен был выйти из Авраама. Для того, чтобы потом вышел Исаак, сначала должен был выйти из Авраама, Измаил. И вот это, понимаете, часто является очень, для меня это очень большой, сильный прообраз. То есть, если Авраам, отец веры, да, и мы с вами верующие люди, правильно? Мы хотим иметь веру, правильно? Мы хотим вот иметь эту связь с Богом. Что такое вера? Это связь с Богом, это общение с Богом, это отношение с Богом. Это вот то, через что мы получаем что-то от Бога, по-настоящему. И прежде чем приходит эта вера настоящая, вот это вот, пока это заработает так, как это должно заработать, часто оно работает как-то немножко не так. И никуда от этого не денешься. И мало того, я вижу, что Авраам влюбился в это. Ну, как можно не влюбиться в своего сына, да? Который у него в старости лет родился. Он же тоже, он из его семени был. Пускай мать была рабыней, но Авраам, Авраам это было из него. И все, это был сын. И он мог даже сказать, что Бог дал мне сына, вот. То есть, он вот своей мудростью какой-то, да, с вот этой вот идеей, пришла, пришла жена и говорит, о чем мы мучаемся, давай вот я тебе, вот служанка, попробуй со служанкой. И он все это сделал, и родился этот Измаил. И Бог даже потом, когда Измаила выгнали, да, сказал, что от него будет великий народ произведен. И сейчас это вот, мы имеем несколько миллиардов этого великого народа по всей земле, знаете ли, измаильтяне, они же мусульмане, то есть, как бы, вот по всем вот этим моментам. И тогда мы понимаем, что у этих людей тоже есть вера, правильно или нет? У них есть тоже вера, потому что они от Авраама, правильно или нет? Семя Авраамова. Тогда это тоже вера. И это имеет, как вот такой прообраз, так же и внутри нас имеет вот этот духовный прообраз, вопрос, что сначала в нашей жизни рождается душевное. Сначала в нашей жизни рождаются попытки. И попытки такие, которые не просто вот попытались они сделать Измаила, а они сделали Измаила, правильно, и он родился. То есть, это уже что-то, что тоже работает, правильно или нет? И, ну, это все имеет прообразы в Библии. То есть, это имеет вот прообраз Ветхого Завета, другими словами. Закона. Что такое закон? Мы так любим осудить закон и сказать, нет, нет, я не по закону. Да, и как бы сразу так вот отказаться, я не законник. И мы, да, придут христиане и скажут, что ты законник. Я не законник, то ты законник. Чего он мне сказал, что я законник? Я не законник, я не хочу быть законником или еще что-то. Но Библия нам пишет, закон добр. Закон добр, закон он хороший на самом деле. Просто закон он не смог сделать нас совершенными. И закон был дан на время. На какое время? Где-то водитель ко Христу написано. Что такое закон? Проще, да. Вот у нас нет сейчас этого, да, закона, вот как бы мы не привязаны к этому, да, еврейскому закону полностью со всеми вот там маленькими моментами. Но закон, это все, что нам сказали снаружи делать. Вот пришли люди, тебя научили, ты пришел в христианскую церковь или еще что-то. Или ты читаешь даже Библию, и тебе говорят, ну так, 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 это не сделай, это делай, это не сделай. Хорошие вещи тебе говорят, правильно или нет? Тебя жучат хорошему. И никуда ты от этого не денешься. И, то есть, что другими словами на закон? Первое, это понимание веры, понимание христианской жизни в нас, которая говорит с нами снаружи, закон он снаружи. То есть, как это работает, да, то есть, у тебя происходит какая-то ситуация, и ты себя спрашиваешь, так, как же мне поступить в этой ситуации? И у тебя начинают приходить разные образы, разные, как бы, заповеди такие, да, по которым тебе нужно поступить. Ты выбираешь, так или так, понимаете или нет? Это так работает. Вот оно так работает снаружи нас. Понимаешь, что это снаружи или нет? Потому что, когда приходит вера настоящая и незакон, да, закон, записанный внутри наших сердец, это работает по-другому. Знаете, как это работает? Это ты не спрашиваешь себя, как мне поступить, это ты идешь и делаешь то, что ты хочешь. Это другое, правильно или нет? Ты просто делаешь то, что ты хочешь. Вам трудно это, может быть, понять, потому что, когда нас воспитывают вначале, да, когда мы приходим, сталкиваемся с христианством, может быть, попадаем в церковь, там, или в центр, или еще что-то, нас учат, как поступать, нам говорят, что делать, что не делать, что делать, что не делать. И часто одна из самых эффективных советов, это тебе говорят, ты не должен делать, как ты хочешь. Правильно или нет? Знаете, первое правило центра реабилитации? Нет, человек не должен делать то, что он хочет. Это первая помощь, как бы, вот, ну, наркоману, алкоголику или еще. Почему? Ну, потому что действительно, какой дух в нем? Этот дух в нем, который нечистый, он хочет все делать неправильно, он хочет, он двигает человека к разрушению, просто, к саморазрушению. Всегда включена самоликвидация в любом случае. Ничего хорошего. И тогда нужно просто взять этого человека и поставить его в определенные рамки, сказать, это не надо, это не надо, давай, старайся туда-сюда, обложить его вот этими моментами, которые начинают помогать человеку. Правильно или нет? Но это же, мы должны понять, что это на время. Просто потому, что часто многие христиане не идут дальше, разочаровываются в христианстве только по одной причине. Потому что не смогли перейти, вот, не родился Исаак. Или даже бывает такая ситуация, что Исаак-то родился. Вы помните, что было сказано Аврааму, когда родился Исаак? Выгони рабу и сына ее, потому что рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Вот эти вот отношения, вот это вот представление наше об отношениях с Богом, которое рождается сначала в любом случае, оно так рождается. Нас как-то нужно сначала просто направить на добро, остановить процесс вот этого саморазрушения, самоликвидации. Понимаете? Закон был дан при... Из-за того, что умножилось беззаконие, да? Для того, чтобы люди дождались Христа. И вот так же в наших жизнях, да, необходимо для того, чтобы Христос пришел. Точно так же, как что сделал Иоанн Креститель, помните? Он вот эту вот свою проповедь дал, жесткую проповедь. Пришел, написано, путем праведности. Иоанн Креститель пришел путем праведности и начал проповедовать. Покайтесь, да, очиститесь, выправьте пути. Пусть всякий долг наполнится, всякая гора понизится, да? И я уже как бы говорил, вот, ну, какой процент вот эта проповедь Иоанна Крестителя имеет в Евангелии? Маленький. Самое начало, правильно или нет? Самое начало. Но часто вот из-за того, что мы не понимаем план Божий, нам не открыто, или, может быть, нам неправильно объяснили. Потому что, знаете, на самом деле, вот не будем скрывать, но часто людям, которые руководители, и которые руководители, может быть, даже церквей или еще чего-то, и если они в своей жизни сами не дозрели, да, не осознали этот план Божий полностью, это будет, для них будет всегда вот эта попытка и искушение начать манипулировать людьми. Манипулировать через совесть, через осуждение совести человеческой, что, понимаете, да, он достиг какого-то уровня праведности, да, в своей жизни, путем исполнения закона, и ему же нужны последователи, ему же нужны плоды, правильно или нет? И это испытание, искушение, понимаете, не начать, вот, ну, людей держать в законе. Понимаете? Потому что это, ну, это выгодно, человеку держать людей в законе. Человек, но не Христу. И есть другая проблема, что не только выгодно, а еще иногда и страшно. Когда сам человек, который, например, учит, но он не понял полностью план Божий, он будет переживать как бы за людей все время, как за своих детей, которых якобы он родил, и постоянно вмешиваться. Это примерно то же самое, когда родители вмешиваются в жизнь уже взрослых детей, знаете, да? То есть, да, пока он маленький, нужно сказать, ой-ой-ой, не упадешь там, да? Так-так-так-так-так, смотри, давайте углы все замотаем там, да, на мебели острые, да? Давайте еще что-то сделаем, давайте розетки заклеим там и так далее. То есть принимаются меры. Но когда ребенок возрастает, иногда родители начинают, ну, настолько там вмешиваться в жизнь, в личную, манипулировать, манипулировать чем еще? А-а-а, ты меня не любишь, ты нас хочешь оставить, ты туда-сюда, то есть, да, манипулируют на чувствах, манипулируют на эмоциях. Но это неправильно. Правильно? Неправильно. Потому что уже включается такой какой-то эгоизм родителей. Помните, Иисус, он про фарисеев сказал, он говорит, вы готовы, говорит, море и сушу пересечь, лишь бы вот кого-то сделать своим учеником. И когда вы такого находитесь, вы делаете его еще худшим, исчадием, да? Исчадием ада, да, или как он там сказал? С сыном гиены. С сыном гиены, худшим, чем вы. Представляете, как это на самом деле, как это, какая-то проблема. Понимаете, мы должны об этом задуматься. Поэтому Аврааму было сказано в определенный момент. Изгони сына и рабу ее, потому что уже начинает мешать. То есть, то, что было сначала очень даже хорошим, приятным, нужным, оно вдруг становится, а не нужным. Как это к нам вообще относится? Именно вот так относится. То, что... Первое, что хочу сказать. То есть, что такое Измаил еще раз? Это религиозность наша. Понимаете? Наша религиозность. И кто здесь может сказать, что он не религиозный человек? Ну, наверное, только Серега, я вот думаю, да? Он этого Измаила, наверное, не просто выгнал, он его где-то там в фигму посадил. И его убил. Ну, я не хотел это слово говорить. Оно было убил, на самом деле. То есть, это религиозность, которая вот хочешь ты, не хочешь, она рождается первой. Да? Точно так же, как у Авраама. Вот она первая должна была родиться. То есть, это наше представление о том, как мы должны быть христианами. Вот это наше представление о том, что такое христианство, да? Что это быть, все делать правильно, быть хорошим, то не сделать, это не сделать. Понимаете? Правильно или нет? У нас такое представление о христианстве? Ну, в общем, нет. Одного мальчика спросили, когда-то, я не помню, книги прочитал там, а что по твоим представлениям Бога? Значит, дети, они же вот сразу выдают все, что у них. Он говорит, это кто-то вот, кто сидит и все время смотрит за мной, не сделает, что я сделаю не так, короче. Вот он так Бога объяснил, понимаете? Вот, ну, потому что он был маленький, ему так немножко Богу объяснили. Не делай так, Богу не нравится, делай так, Богу нравится и так далее. Но это совсем не то, что Бог хочет. Я уже сказал то, что вот эта вот разница, она в этом и заключается. Когда ты думаешь, как тебе поступить, а что здесь правильно, и боишься. Или ты просто идешь и поступаешь так, как ты хочешь, так, как ты видишь. Вот это христианство, настоящее. Но для этого нужно что? Чтобы родился Исаак, чтобы пришел Иисус, чтобы мы поняли эту жертву Иисуса Христа, да, на кресте, чтобы наша совесть была освобождена от вот этого вот диктования нам, что нам нужно делать, да, как делать, как не делать, да, снаружи. И пришел Святой Дух. Мы должны понять, что такое это Святой Дух. Что Святой Дух это не мурашки, что Святой Дух это не... А Святой Дух это мышление, это уверенность внутри себя, что Бог Он с тобой, и то, что Он уже внутри тебя рождает эти желания. То есть ты не чувствуешь, как Он рождает эти желания. Это поэтому и называется Святой Дух. Понимаете, а не Святая Душа, или не Святой Ангел, которого мы получаем, Это не что-то, что как бы, ну, такое то есть, то нет, а это то, что пребывает внутри тебя, понимаете или нет? Это потому что вот Верхний Завет, он как раз и символизировался тем, что Святой Дух не сходил, сошел Святой Дух и пошел ты там, разогнал. Но замысел Бога, замысел плана Божьего, это пребывать в Святом Духе, это вот ходить в нем, это уже неразделимое от тебя. Это ты, это ты, это внутри тебя, он уже рождает желания эти, но ты не ощущаешь, как он их рождает, они как твои, понимаете или нет, разница. Поэтому, что значит изгони Измаила? Это значит перестань себе все время вставить в рамки и спрашивать, а что правильно, а что неправильно. Вот это называется изгони Измаила. Перестань все время себя, ну, с чем, ну, как бы, вот, ну, искать вот эту вот опору, как правильно поступить. Нам сказано, помазание само научит вас, как поступать. И вот это вот, ну, часто бывает труднее всего. Ну, как же это так, я же, я же плохой. Нет, ты не плохой, ты омык кровью Иисуса Христа. В тебе есть Святой Дух. Вот так это работает. И у тебя есть дерзновение поступать, как ты хочешь. Ну, естественно, мы понимаем, что мы колодца не пойдем, и не пойдем грабить, не пойдем обманывать и воровать. Я вообще говорю, но мы должны научиться, научиться ходить по духу. Понимаете? Потому что если, ну, вот в этом будет все, тогда Бог сможет через нас вообще делать то, что Он хочет. А пока мы не поверим в это, что это мы будем делать то, что в нас рождается, мы так и будем религиозными людьми. Мы так и будем вот с этим Измаилом со своим мучиться. И Он так и будет все время гнать вот этого вот рожденного по духу внутри нас. Понимаете или нет суть вещей чуть-чуть? Это все, ну, про образы, про нас. Поэтому мы должны уже поверить в то, что мы не грешники. А в том, что мы в Иисусе Христе посажены на небесах. Не будем посажены на небесах, а сидим уже на небесах. Это другое. Это уже, значит, Исаак родился. У кого родился? У кого еще не родился, надо, чтобы родился. Поэтому это то, что мы должны как бы понять, родился или не родился. Родился я свыше или нет? Потому что Иисус сказал, дух дышит где хочет. И слышишь его шумно, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. А учитель Израиля, который его об этом спрашивал, он не знал, что это такое. Как это? Ну, вы потом помните, что он сделал, да или нет, Никодим? Сначала он начал защищать Иисуса при всех собраниях. Как это произошло? Это произошло внутри него. Это желание было у него защищать Иисуса. Он сказал, ну разве закон наш кого-то судит, прежде чем мы не узнаем? Они ему говорят, ты из Галилеи, может быть, тоже иди, молчи вообще. Но этот человек уже как бы подает голос, вот внутри него рождается это желание. А потом, когда он идет уже с Иосифом из Алимафеи, когда Иисуса уже распяли, они берут его тело и хоронят вместе. И вот, то есть да, это вот и есть, вот в нем уже родилось это желание. Он уже идет по своим желаниям, по тому, что он считает правильным. Понимаете или нет? То есть мы уже считаем, что такое правильное, что такое неправильное. Поняли мы этот момент? Нет? Тогда вот у меня мысль была ночью, я хотел ее разделить именно с вами. Чтобы, ну на самом деле, я вот сейчас, да, как бы Измаила так осудил, Исаак, да, вот это. Но не такой уж он и плохой, Измаил. Понимаете? Ну не такая уж и плохая наша религиозность. Поэтому мы как бы, ну, мы не должны себе вот запрещать любить эту религиозность в себе и в других. Понимаете? То есть мы должны относиться к этому с пониманием. То, что, ну, Аврааму было сказано, изгони, это не значит там ненавидь его. Правильно? Понимаете, нет, что я хочу сказать. То есть, как бы вот это вот, просто то, что мы должны сделать, это мы должны привести разделение такое. Мы должны отделить. Что нам пишет Слово Божье? Слово Божье живо и действенное, да, оно проникает до разделения чего? Души и Духа написано. Души и Духа. Вот только Слово Божье может разделить Душу с Духом. Понимаете? То есть, когда нету Слова, никто не разделит нашу Душу с Духом. У нас все как бы вместе. Но Слово, оно так проникает, оно разделяет. И поэтому мы должны, да, пребывать в Слове, должны пребывать в молитве. Иисус нас учил все время искать Бога как можно больше. И тогда мы научимся разделять вот это душевное и духовное. И почему? Для того, чтобы выгнать этого Измаила, его нужно разделить сначала. Понимаете? Для того, чтобы, ну что значит вы, отказаться как бы от этого, занять другую позицию, понимаете? Сказать, нет, я больше не буду вот все время надеяться только на людей или на правила или на все что-то. И быть неуверенным, не зная, как поступать там так или так, понимаете? Ты начинаешь стоять на как бы обетовальных, ты начинаешь понимать, что сделал Иисус. Ты начинаешь верить в то, что в тебе уже есть Святой Дух. Потому что в это надо тоже верить. Но Дух свидетельствует нам внутри, да? Когда мы там на языках говорим, когда мы, ну, просто получаем откровение, Дух свидетельствует нам. И поэтому мы должны больше и больше кормить вот этого нового человека, нового, чтобы он был сильнее. А убить Измаила все-таки не получится. Понимаете? Не получится. Потому что, ну, так вот Бог все задумал, такая схема, такая стратегия. Не получится. И всегда будет что-то, что будет в тебе религиозное. Вот как ты ни крути, понимаете? Поэтому нам придется с этим сталкиваться. Мы не сможем вот как бы полностью. Поэтому, но для того, чтобы вот, ну, правильно жить во Христе, опять же говорю, нам просто нужно больше искать Бога. Для того, чтобы иметь это видение, где провести это разделение. Где заговорил Измаил, а где Исаак. Где религиозное, а где духовное. Где душа, а где дух. Понимаете? И вот это наша как бы задача. И сегодня хотел вот заехать в одну тему. Может быть у него будет продолжение. Потому что, ну, много, наверное, не сможем разобрать. Но я бы хотел, вот Сергей говорил в прошлый раз о Царстве Божьем. И я хотел бы вот Царство Божье поразбирать с точки зрения книги Царств. Знаете книгу Царств, да? Это там, где вот Давид становится Царем. Сначала Саул, потом Давид, потом Соломон. И Царство достигает вот этого вот невиданных размеров, победы. И написано, что пришла эта Царица Саусская, пронесла дары. То есть это, да, все-все признали. Весь мир признал. Весь мир признал Царство Божье, другими словами. Мир продолжил существовать. Это то, что, ну, как бы говорил Сергей. Это то, что мы должны тоже понять, что такое Царство Божье. И я вот хотел именно, да, сама книга Царства, она говорит, книга Царства. Значит, мы имеем право ее уже сравнивать с Царством Божьим. И там действительно вот идет это построение Царства. Вот эта вот модель, как она строилась. То, что сначала был пророк, книга Царства начинается с рождения пророка Самуила. И он наводит порядок. То есть начинает говорить пророк, начинает делать вещи, да, и наводится порядок. Может быть, когда-то мы еще об этом поговорим. Но сейчас я не хотел именно вот, да, говорить о пророке. Но потом был кто? Когда народ попросил царя. Вот еще не было Царства Израиля, и народ просит царя у пророка. Как у других народов мы хотим царя. И Самуил им ставит царя. Кого? Саула, правильно или нет? И это помазанник. Понимаете, да? Он ставит царя, как бы, с таким пророчеством ты будешь царствовать над Израилем. То есть это помазанник, это другими словами Христос, это другими словами Мессия, потому что Христос есть помазанник. Правильно или нет? Вы знаете это или нет? Знаю, знаю. И первое время Саул выполнял эту миссию Христа. Он спасал народ и сделал там определенные победы. Но его царство не устояло. Царство Саула не устояло. Знаете это или нет? И опять видим такую схему. Почему я сегодня начал говорить за Авраама, за Измаила, за... Заметьте, у Бога часто вообще существует такая схема, она через всю Библию. Бог сначала дает одно, потом говорит это убрать, теперь другое. Верхий Завет, Новый Завет. Исаак, вернее Измаил, Исаак, да? Иоанн Креститель, Иисус, Саул, Давид. И еще наверняка есть схема. То есть вот Бог дает сначала вот эту попытку, дает возможность людям ошибиться. То есть понимаете, это наш принцип. То есть мы безошибочно не можем двигаться. И мы должны это понять и признать, что у нас есть возможность. Но каждый раз на вот этой попытке мы должны сделать определенные, как бы, определенные выводы. Разобраться, что же не сработало, что же не так. Понимаете? Именно только на фоне этого. Поэтому, да, поэтому вот Христос не мог начать свою работу без вот этой работы Иоанна Крестителя. Понимаете? То есть вот Иоанн Креститель, он сначала все прям прожерстил, подготовил всех. А потом ему пришлось быстренько-быстренько со сцены уйти. И вот вокруг этого вся борьба как бы и идет. О чем это нам говорит? Это нам говорит тоже о том, как мы вообще собираемся строить церковь. Ну и сейчас пытаемся строить церковь, правильно ли? И вот у нас есть возможность. Вот мы сейчас, да, мы просим, да, да приедет царствие твое. И мы те, кто, ну, мы Божьи руки здесь. Мы Божьи ноги, мы все здесь. Мы его тело здесь, на земле. Тело Христа. То, которое вот что-то делает, шевелится. И вот как мы будем строить. Мне очень нравится, вот я поэтому сказал ребятам, давайте читайте царство. Читайте царство, перечитайте. Потому что столько много символов, столько много информации заложенной именно вот в этих двух примерах. Особенно в переходе от Саула к Давиду. Вот просто вот на этой разнице. Как поступал Саул, как поступал Давид. Там столько выводов можно сделать. Именно для того, чтобы нам сделать эти выводы тоже. И не построить царство Саула, которое будет временное, которое разрушится. Не построить свою общину, свою церковь, да, свое служение по примеру первого царства. Но построить по примеру второго царства. Аминь. По примеру царства Давида, которому было сказано, вот твое царство устоит. Твое царство, царство вечное. И это царство, царство Христа является. Понимаете? Это тот же прообраз. И нам нужно найти вот эти выводы. Нам нужно найти вот эти вот точки соприкосновения, вот эту вот разницу построения царства. И там очень-очень-очень интересные моменты есть. Именно сама модель, как это работало. Я одно могу сказать, что, ну вот первое, что можно сказать, что если бы Давид стал царем перед Саулом, вот просто бы, да, выбрали бы, то он бы стал Саулом. Понимаете или нет? Потому что, когда ставили Саула, не было времени дождаться его духовного роста. Нужно было ставить царя, нужно было уже что-то делать. Это о чем говорит? В Новом Зависе у нас есть такое слово. Пусть пастор не будет из новообращенных. Пусть пастор не будет вот сразу поставлен пастором. Человек, который там год-два стал христианином и сразу становится пастором, это ненормальные вещи. Это не, ну, это мы по Библии видим нормальные вещи. Нормальные. Но не будет работать так, как должно работать. Потому что нужно время определенное, нужно испытание, нужно постепенный подъем. И мы видим, как вот они воцарялись. Знаете, как воцаряли Саула? Саулу воцарял пророк. Он пришел, Бог показал. Написано, он был выше всех. Он был красивый. И чтобы понравился народу, чтобы люди его признали. И написано, что Самуил, когда его взял, когда он к нему пришел, написано, он его посадил за стол среди званых. Там было около 30 человек и объявил. Ну, то есть, другими словами, что мы видим? Как один человек дает авторитет другому человеку. Один человек дает авторитет другому человеку. И перед другими людьми свой авторитет. И там была тоже такая ситуация. Кто-то вот принял авторитет Саула, написано. Кто-то не принял авторитет Саула. Ну, была такая определенная ситуация. Потом, когда там пришло время его перед народом поставить, он в обозе прятался. Ну, как бы вот прятался в обозе. Просто страшно было парню, понимаете, ставить на царя перед всем народом. То есть, да, другими словами, мы понимаем, что как бы не готов был этот человек. А как ставят Давида? Пророк приходит, когда он был еще молодым юношем, помазывает его, но никому больше не говорит об этом. Просто, да, ты царь и все. То есть, как бы Давид получает про себя в юном возрасте, что он будет царем. Но никуда его Саул не сажает и не дает ему совершенно никакого человеческого авторитета. И подтверждая его, сказать, вот новый царь. Мало того, когда Бог, я вчера перечитывал, мало того, когда Бог посылает Самуила помазать нового царя, Самуил противится, говорит, ну, как я это сделаю? Меня Саул убьет. То есть, он боится, сам Самуил боится Саула, да, понимает, что ну, как он может сейчас вот пойти поставить, там, помазать другого царя, когда этот царь, там, все, он уже в авторитете. Понимаете, это вот, ну, часто так работает. То есть, и, вот знаете, я про суть хочу сегодня говорить. То есть, в чем были основные ошибки Саула, из-за которых он потерял царство? Именно, по большей части, именно из-за того, что его царство, его модель управления, была, все время, установлена на авторитете от человека. На авторитете, в данном случае, от пророка, от Самуила. Первое, как он его поставил, и потом он ему говорил, что нужно сделать. Помните ли, ты пойдешь, причем там очень такой интересный момент был, когда он его поставил, он ему сказал, вот такие-такие-такие знамения с тобой произойдут, и потом пойдешь в Галгал, и там будешь ждать меня, пока я не приду. А вы знаете, и потом Саул побеждает, на него сходит дух, он побеждает этих врагов, его признает народ, он становится царем, лидером, настоящим. И где-то через год или два нападают филистимляне на него. И, ну, как бы, вот объявляют войну, там. Потому что его сын, там, разбил охранный отряд, и, ну, как бы, ну, нормальная такая ситуация, как бы, нужно вот воевать с врагами. И вот эта первая ошибка, когда написано, он ждет, 7 дней ждал до установленного срока. Представляете, он ему два года назад сказал, ну, вот, таким маленьким текстом написано, что, то есть, вот, знамения тебе произойдут, потом ты в Галгале будешь ждать меня, пока я приду и скажу тебе, что делать. И, а что я здесь говорю? Я говорю, что в Саула было заложено снаружи, что ему нужно делать. Вот, его ошибка, он и не мог не ошибиться. То есть, в нем не было этого духа, этого видения самого, как нужно поступить. И тогда он, там написано, он ждет этого Самуила, 7 дней, и потом, говорит, вот, начал от него народ разбегаться. Люди начали роптать, он говорит, давайте жертву быстренько принесем, потому что я не выпросил Бога. И как только, написано, они приносят эту жертву, приходит Самуил. И говорит, что ты сделал? Ты, ну, если бы ты это не сделал, то Господь бы упрочил твое царство, потому что Бог тебя испытывал, а теперь Бог не упрочит твое царство. И, ну, и вроде как бы такая мелочь, там, я не помню. Сейчас мы еще почитаем определенные моменты, как вообще двигался Сау. Но, что я здесь хочу сказать. Вторая его ошибка была, когда ему тот же Самуил сказал, он пришел к нему и говорит, все, иди, не помню, на Амалика, я ненавижу его, и ты должен их всех разбить, предать огню, все, уничтожить скот, все, все, весь народ, все. И что делает Саул? Он оставляет царя и оставляет хороший скот. Все написано не имеющее цену, они уничтожили, а все, что что-то стоило, хорошенькое такое было, они оставили. То есть, и пришел Бог к Самуилу и сказал, что сделал Саул, и Самуил опечалился и приходит и говорит Саулу, что ты сделал? А тут радостно его встречают, а до этого времени он пошел, там себе памятник уже поставил. Знаете, вот Саул так двигал, вот он царь, но на самом деле он же мог двигаться как царь, да? Он идет, ставит себе памятник, потом встречает этого Самуила, и радостный такой, да? А ему Самуил говорит, ты ужасное сделал, ты не сделал, ты не выполнил Слово Божье, то есть Бог тебя уберет. Теперь царство твое будет забрато от тебя и отдано другому. Нашел уже Бог мужа по сердцу своему. В чем здесь смысл? Знаете, мы любим Саула осудить, дать такой негативный пример и осудить людей, которые дают сказать, вот, ты не послушен, ты должен быть послушен. Но мы с Саулом быть послушаем вообще или нет? Знаете, почему я говорю, что Саул не был послушен? Потому что в нем не было этого духа, в нем не было этого видения у самого, как нужно поступить. Ему это видение было продиктовано снаружи, через пророка. Это было, вот в пророке было этого видения от Бога напрямую получено. Как нужно поступить, что нужно дождаться его, что нужно жертву принести. Понимаете, про что я говорю? Я сегодня говорю про схему царства, про то, как мы должны являть вот этого царства, то, как мы должны быть, какими мы христианами должны быть. То есть мы христиане, которые получают через человека, или мы христиане, которые получают напрямую от Бога? Вот в этом разница была царство Давида и царство Саула. Давид получал напрямую от Бога видение. Если вы почитаете, вы увидите, что Давида, Самуил Давида уже не направлял, не говорил, что ему делать. Он пришел, помазал, и они больше с ним не виделись практически. Там был один момент, когда он к нему пришел, но и то там не было никакого слова для него, когда он бегал от Саула. Но, вот понимаете, про что я говорю? Идет другая модель, совершенно другая модель. Мы должны понять это, потому что иначе мы сами будем религиозными людьми и будем судить других религиозных людей. Как вот, да, как вот Саул. То есть мы можем остаться вот в этой модели царства Саула, который все время ждет направления от человека. Направления от человека. Я помню, вот, я говорю, у нас есть, я верю, что у нас с вами вот есть уникальная возможность вообще просто сейчас, ну, строить напрямую от Бога служение для Бога. Я в это верю, меня это ободряет. Когда мне Бог открыл вот эти вот моменты, эти символы, я понял, что это другое. Понимаете, вот, потому что так, на самом деле, хочется опереться на человека, чтобы тебе кто-то пришел, помог, чтобы тебе подсказали, чтобы тебя поддержали, чтобы пришли, возложили на тебя руки, чтобы помогали решать твои проблемы, давали людей, я не знаю. Знаете, да, сейчас церкви, ну, часто вот так начинаются. Часто так начинаются и так двигаются. Когда, но, когда такая модель будет, ты никогда не сможешь, то есть, понимаете, то есть, там есть вот разница. Это было видение Самуила, полученное от Бога. Вот он ревновал об этом, чтобы исполнить все это от Бога правильно. Но вложить в Саула он не смог это. Просто не смог. Потому что это человек. И Самуил человек, и Саул человек. И он просто был не в состоянии это исполнить. У него родились другие желания, другое. Там написано, что, ну, народ, народ хотел взять это хорошее. Народ же воевал, народ же со мной. Ну, не факт, что там народ, да? А еще и меркантильность, вот это, поживиться, да? Вот это вот, да, любовь к власти, любовь к деньгам. То есть, когда Саул не уничтожает царя, не уничтожает вещи, в чем это говорится? Любовь к власти и любовь к деньгам. И вот эта болезнь будет всегда преследовать вот эту схему Саула. Схему царства Саула, которая временная. Вы поймите, что, опять же, не хочу судить сильно это царствие, потому что мы не должны это судить. Мы должны понять, что это у Бога так всегда происходит. Он сначала ставит одну модель, потому что нельзя, пока не поставив эту модель, поставить вот эту модель, которая работает. Нельзя. Нельзя Давида сразу пустить, понимаете, в управление царством. Потому что ему нужен Саул, который будет его даже гнать, который будет его даже не принимать, который будет воспитывать его. Воспитывать что? Что воспитывал Бог через Саула в Давиде? Вот эту жажду к Богу. Вот эту надежду только на Бога, когда он за ним гонялся. Вот это понимание того, что если Давид и станет царем, потому что часто были много раз, чисто по-человечески, у Давида сомнения. Ну как же стать царем, когда вот тут Саул и гоняется за ним. И вообще, то есть, ну, как, что, убивать он его не хотел? И отказывался всячески, понимал, что это неправильно, и стоял вот на этом твердо. Ну как Бог будет вот делать этот переход? Понимаете, как Бог будет делать этот переход из царства Саула в царство Давида? Ну вот однажды этот переход произошел. Естественным образом Саул погиб, и народ сказал. Ну а кто будет царем, как не Давид? То есть, и мы здесь видим, да, теперь уже, да, назад возвращаемся, и мы видим, кто воцарил Саула, и кто воцарил Давида. Давида воцаряет народ. Давида воцаряет его духовный, вот это вот отношение с Богом, авторитет, понимаете, когда не остается сомнений. И, ну, для меня, вот я говорю, основная вещь вот этого царства, которое Бог хочет, чтобы было, здесь его царство Христа, это то, чтобы у людей, у всех, были настоящие собственные, живые отношения с Богом внутри себя. Он сказал, вот завет, который я заключу после тех дней, вложу законы мои в мысли, их и напишу на сердцах, и не будет учить ближний-ближнего своего, говоря, познай Бога, но все от малого до великого будут знать меня. Понимаете, что это, ну, вот он и говорит то, что он говорит на фоне того, когда люди учили друг друга как бы ступать, сейчас будет по-другому, не будет учить ближний-ближнего своего, но все от малого до великого будут знать меня. Тогда, ну, что буквально нам, может быть, нам надо вообще кафедру тогда убрать, и мы сейчас скажем, все, мы не будем вообще учить. Нет, но просто мы уже на это смотрим по-другому, правильно? То, что я выхожу сюда и просто делюсь с вами, я вас не хочу учить уже, потому что я боюсь, как бы, чтобы не научить от человека, чтобы сам Бог учил вас. Я просто делюсь откровениями, делюсь смыслом, делюсь тем, что Бог мне открыл, но я не учу, потому что, ну, я имею в виду, здесь надо понять термин учить, делай так или делай так, делай так или делай так, я не манипулирую, потому что я не знаю, как Бог будет работать с человеком, не знаю, как Бог будет ему открываться. Я не хочу ему дать такую вот единственную модель, единственный путь, что вот только вот так вот Бог будет открываться. Бог может открыться как угодно, и я поэтому, ну, хочу в это верить, и просто если мы умудримся, если мы в это поверим, и начнем просто развивать, развивать, развивать свои отношения с Богом, мы вот и как раз и будем, мы сможем явить вот эту другую модель. Теперь, вот какая там модель у Давида была? У Саула, вот, помните, мы говорили, что меч был только у Саула и его сына, а весь остальной народ был вооружен пиками, лопатами, кольями и так далее. Поэтому тоже, да, можно сказать, царство его не устояло, вот эта модель не устояла. То есть, как это может выглядеть сейчас? Ну, это и выглядит так. Сейчас очень большой процент церквей в мире, которые основаны только вокруг одного помазанника, вокруг одного пастора, который очень крутой, который очень помазанный, который хорошо проповедует, и проповедует, и проповедует, и проповедует, и учит, и учит, и учит. Но я понимаю, что модель, настоящее будущее, она в командной работе. В мощной командной работе. Это то, что было у Давида. У Давида было 30 или 30 с чем-то, не помню, сильных Давидовых. Это было основание его царствия. Это то, как строит Христос. Как Христос начал строить царство? Он набрал учеников и начал их обучать всему тому, что делал он. И начал их посылать, вот этих учеников, не умеющих проповедовать. Я понимаю, что сейчас есть гибрид всего этого. И часто и то, и другое практикуются. И есть сильный помазанник, и сильный это, и ученики посылаются, и так далее. Но Иисус дал здесь ключ, основной ключ, построению сильного царства. Ключ лидеров. Знаете, в чем он заключается, ключ вот этого лидера? Пусть из вас тот, кто хочет быть старшим, будет самым младшим. И вот эта вещь, она настолько духовная на самом деле. Она настолько сильная. Она настолько невозможная для плотского восприятия и употребления. Ее невозможно подделать. Ее невозможно сымитировать. Ее невозможно просто вот ей бросаться. Да? То есть, если ты сам это не практикуешь, ты не сможешь никак этому научить. И не будет у тебя этого. Потому что это на самом деле практика. Как это так? Быть старшим, но быть самым последним. Как это вообще? Но Иисус нам показал, что это возможно. Однажды, да, он там ноги начал мыть. И я вот вижу, что, например, Павел был такой. То есть, Павел, когда строил церкви, он настолько, ну, о них заботился очень нежно, что, помните, ему приходилось много раз в посланиях доказывать то, что мы когда к вам приходили, мы настолько хотели вам дать вот этот вот пример, что мы вообще от вас не хотели ничем пользоваться. Мы работали сами, своими руками, для того, чтобы вам проповедовать. Чтобы только вот не посеять в вас какое-то сомнение в том, что мы вот тут не ради наживы. Понимаете? И в этом нужно стоять, это нужно с таким, вот Павел это с таким трепетом практиковал, так это было для него важно, что он даже потом говорит, вы мне, вот в чем мы, говорит, уступаем каким-то великим, да, которые вам тут приходили служить. То есть там уже церковь образовалась, и потом туда начали приезжать служителя такие великие, которые уже начали собирать тоже, да, зарплату. Потому что у Бога написано то, что проповедующий, он будет питаться от проповеди, и это как бы нормально. Но это была церковь Павла, и как бы, да, Бог через него ее родил, да. И вот Павел принимает в своем сердце вот это вот решение, что я от вас питаться не буду, не буду. И все, от других мне там дадут, обо мне позаботятся, но вот от вас не буду. И просто сердце кровью, ну как бы я не сказал, сердце кровью обливается, но смотришь часто на то, что происходит сейчас во многих церквях, что пастора живут намного лучше и круче, чем их неприхожане. Просто, да, все понятно. Мы делаем хорошее дело, туда-сюда, но не устоит эта модель просто. Не устоит. Потому что люди, они в любом случае не дураки. И люди об этом думают. И никогда вокруг такого лидера не получится сильной команды. Потому что всегда будет внутри людей маленький-маленький такой вопросик. Маленькая такая жаба сидеть, маленькая. Ну а что же вот, вот как-то не по Библии, как-то вот не как Христос, понимаете? Да, хорошо, да, да, пастор, да, руководитель. Но не знаю даже, как это выразить. Ну вот маленький такой. Вот Павел об этом заботился. И Павел даже, я вот вижу, я так, ну как это ощущаю, его этот дух, что он... Мысль вылезла. Что попьем? Я поймал этот дух. Смотри. Что у него был даже недостаток авторитета в своей церкви. И для меня это ключ тоже. Знаете, мы... Ну я просто... Я нам сейчас делюсь чуть-чуть такими внутренними вещами. Я это понимаю. Поэтому это на самом деле хорошо. Вот некоторые руководители, я это понимаю, как лидер тоже понимают, что хочется иметь авторитет в своей команде. Хочется иметь авторитет. Хочется иметь, ну, сказал, сделал. И как бы вроде и людям этого хочется тоже, да? Но лучшее, лучшее, вот как в Царстве Божьем лучшее, это недостаток авторитета. Когда лидер, он дает внутри себя, показывает вот внутри себя вот эту слабинку свою, да? Своё вот это вот тоже несовершенство, себя просто вот как он есть и не переживает за это. Или переживает, но несёт это как с пониманием того, что это важно. Понимаете, о чём я говорю или нет? Вот недостаток авторитета. Не беспрекословный авторитет, а недостаток авторитета. Кто способен на это? А это вот про это и написано, Иисус сказал. Кто из вас хочет быть старше, будь как меньший? И я вот в апостолах это вижу. Я в Петре это вижу. Поэтому, вы знаете, с одной стороны это трудно, а с другой стороны, когда мы это поймём и начнём практиковать, мы освободимся. Мы освободимся вот от этого мнения, что я должен чему-то соответствовать, что меня должны вот обязательно слушаться там и так далее. Достаточно того, что на это место поставил Бог и просто по-другому быть не может. Кто будет царём? Давид. Но вы знаете, что у Давида тоже был недостаток авторитета перед своими людьми в определённых моментах. Там был момент, когда Иоав, его самый главный военачальник, убил начальника израильтян. То есть были иудеи, которые были с Давидом, были израильтяне, которые раньше были с Саулом, но Саул уже умер. И вот этот Иоав, он хитростью убивает начальника израильтян, который уже с Давидом подружился, который пришёл и говорит, всё, мы хотим с тобой. А Иоав его убивает, потому что тот когда-то в бою убил его брат. Ну, кровное место, да? Но достаточно таким он некрасивым путём, лживым путём. А произошло это потому, что Давид позвал к себе в город этого начальника израильтяна. И тот пришёл, они провели переговоры. А потом Иоав, когда узнал, что тот пришёл, он наехал на Давида и говорит, ты чё, ты с ним разговаривал там туда-сюда? И я просто вижу вот эту вот ситуацию, то есть приходит военачальник Давида, который вот, ну, над Давидом там даже предъявляет ему какие-то моменты. И Давид это вот всё сдерживает и не может ничего сделать. И тот идёт, останавливает того, там, позвали его, к воротам привели, тот пошёл ему там, нож в пузо воткнул и как бы вот убил его, как вора там какого-то, да, в углу. И Давид плакал об этом сильно, плакал и говорит, что моё царство не виновно в этом, я не хотел этого, да. И он говорит такие слова, что я могу сделать, если они, я ещё слаб. И вот эти сыновья Саруи, вот этот Иоав там, они сильнее меня. И для меня вот здесь тоже очень определённый ключик. Знаете, вот царство Давида, которое мы видим, что это царство лучшее, чем у Саула, но Давид не полностью контролирует, как бы, да, всех людей в своём царстве. А вот эти вот сильные, они могут делать периодически там, что хотят. Это ключи, понимаете или нет? Это ключи тому, как вот мы должны строить. Потому что, ну, я бы хотел проповедовать лидерам, потенциальным лидерам, что на самом деле я сегодня себе проповедую. Я для себя эти вещи как бы получил. Просто вот достаю и делюсь с тем, чтобы мы как бы вот увидели, увидели эту разницу, понимаете. Не жаждали вот этого плотского авторитета над людьми, не переживали за этот авторитет. Просто вот когда Бог поставил, Бог поставил. И вот этот вот смысл был, вот всё воцарение Давида, оно произошло настолько органично, но не быстро, через определённые моменты, но настолько сильно, что ни у кого не осталось вопросов, кто будет царствовать. И поэтому, ну, смысл, ещё раз, да, и сила царства Давида в командной работе, где лидер, он же слуга. Давайте мы откроем одну историю, которая меня однажды очень сильно коснулась. Первая паралипоменон, одиннадцатая глава, семнадцатый стих. Знаете, такая маленькая иллюстрация, про которую вообще я никогда практически не слышал пробовать. Но я бы хотел, чтобы вы положили это в своё сердце и запомнили. Вот, ну, я пытаюсь это засунуть в своё сердце. Первая паралипоменон, одиннадцатая глава. С семнадцатого стиха. Вот, каким был Давид? Что такое быть лидером, вот, в этом новом царстве, в царстве Божьем? Давайте с шестнадцатого. Давид тогда был в укреплённом месте. Охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду. И он сказал, кто напоит меня водой из колодиса Вифлеемского, что у ворот. Тогда эти трое пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодиса Вифлеемского, что у ворот. И взяли и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить её и вылил её во славу Господа и сказал, сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои, ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду и не захотел пить. Вот что сделали эти трое храбрых. Вот она, вот она, в маленькой такой вещи вся сила царства Давида в отношении к своим людям. В отношении к своим людям. То есть, вот да, ситуация такая, Давид говорит, пить хочу очень сильно. И кто напоит меня? То есть, другими словами, можно сказать, ну зачем тогда вообще делать это было бантомиму, если можно было потерпеть. Но он как царь мог. Понимаете, вот в тот момент он как царь и как тот, кто был их нелидером, говорит, пить хочу, напоите меня. И трое храбрых, написано, начали пробиваться и пробились колодезью, там через много набрали воды, подчеркнули, принесли Давиду, представляете? Но Давид говорит, вылил сразу эту воду. Убереги меня, говорит Господь от этого. Убереги меня, ибо не могу я пить, ибо это кровь моих людей, которые души свои за меня как бы полагали. И вот, ну что, что здесь такого? Как вы думаете, после этого его люди к нему относились? Вот одним вот этим моментом он купил людей себе раз и навсегда. Ну, как бы вот этой маленькой такой ремарочкой, потому что он здесь через это показал свое сердце людям. Когда ему тоже надо, когда он тоже хочет, он тоже человек и очень хочет, но он поставил своих людей выше своих хотелок, выше своих желаний. И для него он просто вот сказал, береги меня, Господи, для меня это подвиг. Для меня вот этот вот момент, он очень маленький, но он ключевой, он решающий, и он на самом деле трудный, но он очень духовный. Потому что только духом, когда человек ходит в духе и имеет дух, имеет дух любви к людям, во Христе он может это сделать. Потому что, на самом деле, ничего бы не произошло, если бы он попил этой воды и сказал, спасибо, мои друзья дорогие, спасибо вам. Вы так меня слушаете, и они бы были даже, мы царя напоили, понимаете? Но Давид избрал лучшее, понимаете? В этой ситуации он избирает лучшее просто. Так же, как со своими людьми остаться вот в этой жажде. Потому что они так же хотели пить. И не отдает там кому-то из них, но просто вот выливает. Понимаете, это вот для меня вот этот вот момент построения царства. Иисус сказал, нет больше той любви, как если кто-то положит душу свою за друзей своих. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Понимаете, мы не можем, мы не можем, я не могу вас научить, меня никто не может научить вот так любить. Так любить может только научить Бог, Дух внутри. Вот это сверхъестественная, совершенная любовь Христа. Когда Он говорил, Господи, прости, мы не ведут, что творят. Когда просто вот Он, ну не моя воля, но Твоя да будет. То, что пронеси чашу мимо меня, да, ну пусть будет Твоя воля. И для меня это вот этот вот момент. И вы знаете, что Давид однажды, там в середине своей царской карьеры, он теряет царство. Его сын, его кидает на царство. Когда он уже вот расслабился, когда он уже жил в мире, победил там всех врагов, вдруг вот его сын Авесолом замутил этот заговор и забрал, сместил царя. И Давиду пришлось убегать просто, чтобы не умереть, потому что все жестко очень было. Но это не игрушечки. Реально теряет царство. Реально вот, ну, происходит переворот такой. Но знаете, кто вернул Давиду царство? Вот эти 30 человек, вот эти люди. Потому что написано, что Си, там, когда вот это царство разделилось, там Авесолому поддержали очень многие. Большое количество людей, и священников, и еще там кто-то, но написано, сильные ушли с Давидом. Ушли. И когда Давид уходил, один человек, я не помню, как его звали, семей, по-моему, ну, или не важно, кричал там с горы, поносил Давида. То есть и его, и его люди это слышали, и его люди говорят, давай мы его сейчас быстренько замочим, говорят, нет. Ему Бог сказал меня ругать, пусть ругает, оставьте его. И, но даже из-за этого люди его не оставили, да. То есть вот, да, они видели вот это его унижение, они видели его вот эту слабость, и они уходят с ним. И я вот думаю, из-за чего они с ним ушли? Вот иногда для того, чтобы люди, да, остались, поддержали и продолжили там, да, нужно вот какой-то вот перевес туда или сюда. И для меня вот этот вот перевес был, один из перевес в этой чашке воды заключался в свое время. Когда он просто показал такое отношение к людям, такую любовь, так они друг в друга там вот влюбились все через эту ситуацию, когда вместе воевали, и когда Давид отказался пить и остался просто вместе с людьми на одном и том же уровне. и вот эти люди его потом поддерживают и уходят с ним. И потом Давид даже не воюет, и он сидит там около ворот города и ждет. Но эти люди, эти сильные, да, со своими отрядами, они все были лидеры, они просто вот берут и возвращают ему царство ему. Просто приносят ему царство. И в этом есть очень сильные, как бы, прообразы. И я думаю, что прообразы Царства Божьего, прообразы того, кто мы вообще, и что это за сильные вообще, да, и кто такой Давид, потому что, да, Давид это прообраз Христа, который сейчас ждет, когда эти сильные, то есть мы, принесут ему царство. Пойдут и завоюют. Которые настолько вот влюбились в него, настолько поняли, как бы, эту суть, настолько они сами стали им, возросли в него, что они уже способны это сделать. И я вот, ну, как бы, это немножко, как отступление от темы, да, такой пророческий образ того, что Царство нам рисует. Но вот был такой момент, то, что Давид, Царство дрогнуло, то, что восстал Сатана, и смутил народ, и Царство сместил, но вот эта вот команда и командная работа не дала этому всему развалиться. Понимаете, про что я говорю? Но почему не дала развалиться? Потому что Давид был другой лидер. Потому что Давид был лидер с недостатком авторитета. Потому что Давид был лидер со слабостями своими. И вот, понимаете, что я считаю, что так нужно строить, и Библия нас этому учит, что... Еще раз, какие моменты мы разобрали, что были различия. В царстве Саула, вот этого первого царства, вот этого религиозного немножко царства, которое приходит к нам сначала. И, знаете, она тоже выглядит нормально. Ну, Саул был сильным лидером. Сильным лидером. Помазанником. На самом деле, ну, совершил там тоже победы. Поэтому нельзя его списывать там со счетов. И Давид его очень сильно уважал. Но это царство не устоял. Понимаете? И мы должны... К чему я все говорю? Вы понимаете, вот глубину вот этих вот вещей? Что это к нам очень сильно относится. Что как мы будем строить? Какими мы лидерами хотим быть? Какое царство мы хотим строить? Царство, которое зависит от авторитета человека, который нам сказал, как нам нужно поступать. Или царство, которое вот... Где лидеры, они ищут Бога напрямую. Где нет вот этой опоры на человека. Потому что написано, проклят всякий надеющийся на человека. И это очень важный момент на самом деле. Но на человека всегда очень хочется опереться. Хочется опереться, потому что человек может помочь. И человек придет и скажет. Но потом и отвечать придется, что ты не смог исполнить того, что сказал человек Божий. Даже если это человек Божий. Потому что не было собственного видения. А у Давида было собственное видение. Собственное отношение с Богом. Он же был и царем, и священником, и вот его победы он просто, да, там, Бога напрямую спрашивал. Помните, как вообще Саул закончил жизнь-то, да, Саулев, или нет? Да. Самоубийством. Ну, слава Богу, Бог не дал ему уйти в ад самоубийством, ну, проходил мимо человек, который, как бы, добил его, да, Саул там лежал, это все символы того, как, ну, будет заканчиваться, да, как закончится вот такая модель, или как Давид, знаете, он 40 лет царствовал. 40 лет – это в Библии полнота, это полный отрезок, это как поколение. Вот Моисей, он был 40 лет в Египте, 40 лет он пасовец, и 40 лет он управлял народом. Вот так же Давид, он 40 лет управлял, 40 лет стал, был царем, 7 лет написанным над иудеями, и 33 года уже полностью над всем Израилем вместе с Иудой. Это говорится о том, что вот у него все естественным образом закончилось. И после Давида воцарился его сын Соломон, когда царство достигло небывалых размеров и небывалой, как бы, величины. И понимаете, что это вот так нам нужно строить. Но для того, чтобы строить, мы должны все вот эти вот моменты усмотреть. И мы знаем, что у Давида были серьезные ошибки, правильно или нет? Был такой грех плотской, когда он убил Урию, да, переспал с его женой и так далее. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что будут ошибки. Но для меня здесь это говорит о том, что Давид, он поступал, как он хотел. Понимаете, он поступал, как он хотел. И это был его стиль. Я иногда думаю, почему Давид, как он смог так согрешить? Ведь он же был христианин, ну, верующий человек, любил Бога и был царем. И вдруг совершает, вот как он позволяет себе вот в этот вот момент возжелать там чужую жену, которую увидел. Потому что это говорит о том, что какой был Давид. И вообще это говорит о том, что такое христианин. Понимаете, что самое главное, чтобы мы, понимаете, Бог не хочет нас, чтобы мы безгрешно свою жизнь провели. Бог хочет, чтобы мы двигались на самом деле вот по духу и по своим желаниям. Но просто проблема была в том, что Давид, он должен был находиться в то время на поле сражения со своими людьми. И делать то, что он должен был делать. И двигаться вот в этом. Там бы он вот, из себя вот, в нем были вот эти вот желания, да? И там бы все было бы нормально. Но он допускает вот эту лень в свою жизнь. Лень. На самом деле все начинается с лени. И в христианстве очень много проблем начинается с лени. И в лидерстве самая, одна из основных таких моментов, это лень. Я вам говорю, как сам, как очень ленивый человек. Именно в том плане, что приходится с этим бороться. Но, потому что, зачем иногда что-то идти делать, когда есть люди, которые идут и делают. Понимаете или нет? Что у лидера, у него искушение сильнее, чем у его подчиненных. Потому что у подчиненных это, ну, прямая задача. Если они не пойдут, никто не пойдет. Но лидера задача вдохновить подчиненных, настроить дело, да? И чтобы оно двигалось. Но когда вот лидер дело настроил, и оно двигается. Вы понимаете, что он попадает под такую серьезную атаку, на самом деле. Серьезную атаку. Лени, что чуть-чуть полежу, чуть-чуть посижу, туда не схожу, пойду схожу. Да, Серега? Не надо. Есть один человек, у которого даже клещку дали. Хожу. Он приезжал на работу, всех расставлял. А потом говорил, брал человека и говорит, ну, я пойду схожу, там не надо. Понимаете, и это, ну, я вскрываю, как бы, эти моменты, но это так. Это так. И никуда, как бы, от этого не денешься. Поэтому надо молиться за лидеров. Надо молиться за лидеров и понимать, что им тяжело. Потому что они стимулировали тебя, они организовали, как бы, процесс. А самому ему, понимаете, нужно еще усилие приложить внутри себя, для того, чтобы пойти и самому заняться каким-то делом. Понимаете? Потому что, ну, вот так вот. И тоже вижу, что, думаю, что в большинстве церквей есть эта проблема. Есть эта проблема, как бы, но здесь что сделаешь? Надо наполняться Божьим Духом, надо искать Бога, надо, вот, понимать то, что, ну, где нужно находиться. Где нужно находиться в этот момент, для того, чтобы, вот, ну, не впасть вот в это искушение. Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, для того, чтобы не впасть в искушение. И задача лидеров, бодрствуйте и молиться, бодрствуйте и молиться, для того, чтобы руководить. И руководителям написано, руководите с усердием. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Не просто, потому что иногда хватает, ну, просто, ну, я же руковожу, у меня нормально все. Но примени усердие, приложи, покажи еще, что ты с усердием еще, как бы, добавь, еще усовершенствуй, еще чуть-чуть. И в каком-то моменте покажи пример, там, и так далее. Для меня вот поэтому Павел, когда он говорит, я всячески изнуряю, порабощаю свое тело, для того, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться отвергнутым. Потому что он видел, каково, как близко можно подойти вот к этому. Поэтому, я думаю, что он себя всячески на месте не держал. Был до какого-то места на месте, потом подрывался, шел в другое место, в третье место, там, и так далее. И потом уже, ну, уже само собой все произошло, когда он оброс уже церквями, заботами, и уже все, ему уже не давали покоя, он уже, ну, не мог по-другому просто быть. Но вот он однажды написал это, я всячески порабощаю. И я это вижу, что это не просто там какой-то, что он себя в посты в какие-то загонял, там, и так далее. А он просто делал свою работу с усердием. Просто вот искал, в какой момент, что еще нужно сделать, что не доделал, там, и так далее. Поэтому мы должны вот, ну, это понять, что этот враг, он существует. И у Давида, вот в этом искушении, у него все началось с лени, с этой маленькой лени, когда он не пошел на войну. А дальше уже все, уже остановить этот процесс невозможно было. Почему? Потому что Давид жил по желаниям, по желаниям своего сердца. Он так ходил. Понимаете, иногда закон и люди, которые проповедуют, пытаются запретить людям желать. Это неправильно. Нужно людей научить Евангелию, познакомить с Христом, чтобы люди приняли Святого Духа и начинали желать то, что они хотят. Да, они будут ошибаться, но это будет настоящее. Это будет настоящее, потому что они тогда будут получать напрямую от Бога. А если они будут получать все время челюсть посредника, то будет то, что Саулу. Да, у Давида был серьезный грех в его царстве. Серьезная такая вещь. Но мы видим, что это не повлияло на... Бог не забрал царство после этого греха. И в глазах людей этот грех может быть даже намного серьезней. Но для Бога серьезней это вот это законничество, и вот это вот непонимание сути вещей, и следование правилам постоянным, и так далее. Знаете, вот что это такое? Вот жить по желаниям, да, и по духу. Это вот опыт такой однажды люди провели. Знаете, блохи, блох однажды посадили в банку трехлитровую. На три дня и закрыли крышку. Блохи, они высоко прыгают, очень высоко. Но их посадили на три дня и накрыли крышкой. Через три дня убрали крышку, и ни одна блоха не может прыгнуть выше. Вот они прыгают прямо до крышки. И вы знаете, ученые говорят, что теперь даже те блоки, которые родятся у этих блок, они всегда будут, вот у них будет вот этот вот предел, понимаете? Предел. Поэтому у закона есть хороший момент, да, для определенного момента. Но если людей передержать в законе и научить их такому христианству, где только все нельзя, или осторожно, или еще что-то, они никогда не смогут вот это рождать от Бога, вот это настоящее, и это не будет царство Божье, понимаете? Это будет вот это предыдущее царство, вот эта вот модель, которая не устояла и не устоит. Где в итоге, знаете, когда Саул заканчивал, просил этого человека убить его, он же, там такие слова были сказаны, он говорит, такая печаль меня, говорит, охватила, убей меня, ибо печаль меня охватила. То есть для меня это, понимаете, это вот, ну, понимаете, вот филистимляне, вот эта вот вся физическая борьба, это только образы, да? Но для меня, вот это пример вот этого вот, когда Саул заканчивает жизнь самоубийством в печали, это говорит вот об этом состоянии людей, лидеров, может быть, даже, да, организаторов, которые вроде как бы даже ведут других куда-то в бой, там направляют, но все у них внутри у самих. Такая печаль, такая тоска, потому что Бог не говорит. Потому что там проблема была, что Бог не говорил Саулу. Написано ни через пророков, ни через тому Тумим, ни через сны, ни через что не говорил Бог Саулу. И тогда он пошел к гадалке, вызвал духа Самуила. Понимаете, что начинает творить христианство, когда она не слышит Бога, когда Бог перестает направлять, и Бог перестает говорить. Христианство идет вот в эту эзотерику, вот в этот вот мистицизм, магизм, там, я не знаю, и начинает фальсифицировать, там, я не знаю, полно всего этого. Потому что Бог не говорит, а Бог не говорит этой модели, Он перестанет говорить, потому что она, ну, как бы, вот, она так построена. Это основание этого царства, это, как бы, основание на людях построено. Но Бог строит свое царство новое, когда Он говорит, что не будет учить ближнего, ближнего своего, но все от мала до велика будут знать меня. Я вложу законы мои в мысли, их напишу на сердцах, и уже будут по желанию двигаться. Поэтому, да, вот, вот, вы поняли, что, значит, Давид, который двигался по желанию? Что он даже и здесь двигался по желанию. То есть он, как бы, вот, даже не остановил себя. Просто вот желания пришли, он их выпустил. И все, и это было для него нормально. Но потом увидел, да, проблему. Но проблема была не в том, что он желание выпустил. Понимаете или нет? Некоторые говорят, проблема, что он желание свое выпустил. Да нет, проблема, что он на войну не пошел. Что у него лень уже там где-то в начале зародилась, и он просто был не в том месте, не в то время. Он просто должен был на волне, на войне быть и выпускать там свои желания, которые вот внутри него... Поняли разницу, нет? Поняли разницу и Измаила, и Исаака, что религиозное христианство, оно есть, оно будет, оно живет, Измаил будет жить, Измаил рождается первым, и ничего с ним не сделаешь. И наша задача отделять и выгонять, отделять и выгонять, отделять и выгонять, и кормить дух, кормить духовное, кормить Исаака, растить Исаака, для того, чтобы вот эти желания, они были больше. Аминь? Аминь. Аминь.